Здравствуйте, дамы и господа! Приглашаю вас в будущее! 2021 год был годом больших достижений для проекта струнного транспорта. На легкой линии в Шарджа тропический Юникар совершил первые поездки с пассажирами на борту. В центре UST Inc. в ОАЭ началось строительство 4-х анкерных опор для первых тяжелых трасс. На новых трассах струнный транспорт впервые покажет скорость свыше 150 км в час. В ОАЭ прошла сертификация струнного транспорта. Международные эксперты подтвердили, что технология соответствует мировым требованиям надежности, безопасности и долговечности. Сертификация помогает проекту выходить на новые рынки и упрощает сотрудничество с заказчиками по всему миру. В Шарджа также прошли первые испытания грузового струнного транспорта. Осенью легкая трасса в центре испытаний получила разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта теперь находится в специальном павильоне центра UST Inc. в Шарджа. В конце года изобретатель струнных технологий Анатолий Юницкий объявил о подписании первых четырех контрактов на адресные проекты. Это лишь часть масштабных достижений, которые помогают струнным технологиям выйти на мировой рынок. Это лишь начало прогресса, частью которого может стать каждый. Можете стать и вы. Вот такие впечатляющие и потрясающие новости встретили нас в этом месте. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Меня зовут Артем Курбанов и я рад приветствовать вас на нашей встрече SkyWorld Community, где речь пойдет, как вы думаете о чем? О новом транспорте, о самой инновационной и актуальной технологии, которая сейчас есть вообще на нашей планете, которая действительно невероятно изменяет жизнь всего человечества и всего остального живого мира, потому что действует данная технология на все. И сейчас эта прекрасная технология находится уже в финишной стадии, 14 из 15 этапов мы в данный момент проходим. Представляете, люди объединились вместе, без крупных государств, без корпораций, без банков объединились и делают то, что нужно для них, для всего человечества, для всего живого и для будущего, для будущих потомств. И вместе, совместными усилиями, просто изучая то, что хочет сделать гениальный ученый, мы поддержали его и сделали огромные-огромные изменения. Вы сегодня о них узнаете. Конечно же, за час времени не получится передать вам всю информацию, поэтому, пожалуйста, личное изучение приветствуется, развиваемся, интересуясь. Интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. Это действительно важное видео, в котором четко прописывается, что происходило на рубеже 2022 года, как прошел 2021 год, с чем мы столкнулись, куда мы продвинулись, и успехи у нас действительно феноменальны. Поэтому прошу, изучите этот вопрос, и вы будете знать намного больше. Я спикер, партнер, инвестор, человек, который когда-то изучал возможности делать этот мир лучше в глобальном смысле, и нашел такие проекты, как краудинвестинги. Множество людей объединяются вместе для того, чтобы сделать что-то полезное, ну, если так, глобально. Я подумал, это действительно здорово, и все сразу междуинтернационально. И в итоге, начав изучать, я прошел сотню проектов больше, изучил, посмотрел и выбрал самый актуальный. И сегодня я вам о нем расскажу, потому что он действительно настолько актуальный и настолько широкий для каждого человека на нашей планете, что дает невообразимые плюсы. Это те самые плюсы. То есть любой из этих факторов, которые вы сейчас видите на экране, может быть улучшен в вашей жизни вами с помощью компаний SkyWorld Community и тех экологических, инновационных технологий, которые сейчас настолько необходимы миру. Поэтому, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее. Ведь нас 8 миллиардов человек, и мы самая движущая сила на этой планете. Но перед тем, как перейти к нашему прекрасному транспорту и все-таки понять, почему он настолько актуален, я бы хотел еще ложку меда в бочку меда добавить. Потому что вот такая вот у нас вышла новость, такое достижение. Читаю новость с нашего, так скажем, с нашего офиса. Сейчас я даже, наверное, сделаю вот так вот, чтобы вы хорошо видели это. Так, смотрите, пожалуйста. Компания-разработчик струнного транспорта признана научной организацией. Научная организация в Республике Беларусь. Чуть больше углубимся. Компания-разработчик струнного транспорта прошла аккредитацию в Национальной академии наук Беларуси и в Государственном комитете по науке и технологиям. Это позволило компании получить статус научной организации. Отметим, что компания-разработчик струнного транспорта проходила аккредитацию впервые и сразу получила почетное звание. Молодым коммерческим организациям не удавалось сделать этого с апреля 2019 года. Полученный статус будет действовать 5 лет. Свидетельство стало результатом кропотливого труда, активной научной деятельности, учета в работе нюансов законодательства и на финальной стадии процедуры защиты в Академии наук. То есть все на максимально высоком и официальном уровне, потому что действительно то, что мы делаем, это будущее, высокотехнологичное. И вот только некоторые научные достижения компании. На предприятии работает 11 кандидатов наук. 5 сотрудников имеют ученые звания доцента и более 10 преподают в вузах страны. За 5 лет сотрудники компании опубликовали более 40 научных работ, 100 статей и 5 книжных изданий. Также за 5 лет получены 95 охранных документов на объекты, права промышленной собственности. С 2019 по 2021 год зарегистрированы 20 евразийских патентов на изобретение. В 2020 году впервые получен европейский патент, а в 2021 два китайских. В 2021 году проведена государственная регистрация 5 научно-исследовательных опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. И в ноябре 2020 года аккредитован собственный испытательный центр. При содействии компании проведено 3 международных научно-технические конференции. И перспективы развития научной деятельности компании связаны с дальнейшим развитием и внедрением технологий струнного транспорта, а также реализацией адресных коммерческих проектов в различных странах. И вот оно свидетельство. Это один из сотен документов, которые еще раз подтверждают всю серьезность и настроенность нашей компании, того, насколько серьезны ее планы, как далеко мы собираемся идти. Но давайте посмотрим, куда мы идем. Вот это будущее. Я когда смотрю на эту картинку, это новые наши презентации, их будет несколько, я в ближайшие месяцы буду показывать вам разные виды, чтобы вас баловать, и информация для вас и ваших близких была бы более насыщенная, более разнообразная. Наш мир, он заполонен, потому что все выстроено на первом уровне и сделано по технологиям, которые 50, 100, 150, 200 лет назад уже нам помогали. Но за это время, конечно же, необходимо проходить революции и эволюции, и особенно в транспорте, ведь от этого зависит наше будущее. И самое главное, это философия, с которой Анатолий Эдуардович и компания Unisky Stream Technology двигаются в будущее. Ведь с помощью подобных технологий, закрывающих технологий, там, где больше не нужен человек, а наша задача, либо проблема решается, исполняется, а человек свободен, он может творить дальше, в другом месте. Вот что значит закрывающие, автономные технологии. Ну и, конечно же, экологически чистые технологии. То есть с помощью того строения, хотя бы только даже транспорта, изменится жизнь в городах и вне их. А если рассматривать целиком, что Анатолий Эдуардович Unisky изобрел в своем эко-мире, частью которого является наш струнный транспорт, то вкупе струнный транспорт – это маленькая штучка, которая приведет нас к краю на земле. И мы это сделаем собственными руками, как делаем сейчас. Как сейчас уже более полумиллиона человек, таких как я и вы, с разных околков планеты, с разным менталитетом, но с общими жизненными, душевными идеями и пожеланиями по развитию жизни. Потому что бы все было чисто, быстро, безопасно, плодотворно, в благополучии и изобилии. И представляете, весь этот проект и все технологии Анатолия Эдуардовича действительно отвечают этим требованиям. Потому что они – это не просто технологии на здесь и сейчас или ближайшие пять лет. Это технологии на века вперед. Ну и говоря про транспорт, это главный наш ускоритель, с помощью которого мы передвигаемся, делаем работы, учимся, путешествуем, изучаем новые места, делаем наш мир действительно уютным и прекрасным домом, учимся жить с природой, сообща. И Unisky Stream Technology, UST-технологии – это самая оптимальная, самая эффективная и самая безопасная транспортная инфраструктура. Потому что Анатолий Эдуардович – ученый, он изобретатель, он автор более 200 научных работ, 20 монографий, свыше 150 изобретений в строительстве, транспорте, машиностроении, электронной и химической промышленности. Он человек, который видит целиком нашу планету как общий дом, так как он создатель космических и геокосмических транспортных систем, а также ряда транспортно-инфраструктурных проектов на основе струнных технологий. То есть человек всю жизнь уделил науке для того, чтобы понимать, как работает наш мир, как работает биология, химия, физика, астрономия и как мы можем сосуществовать, как мы можем развиваться, как мы можем себя ускорить. При том, что понимал, какие проблемы уже существовали на момент его детства, его молодости с нашей планетой, с нашим человечеством, с нашей эрой, 20 и 21 веком. И он, конечно же, изобретал именно то, что нам будет необходимо, чтобы сбалансировать, чтобы убрать нашу планету от точки невозврата, потому что мы, человечество, без раздумными действиями действительно можем загубить наш рай и превратить его в ад. Но с теми технологиями, которые есть сейчас, и с той поддержкой проснувшихся людей, которые готовы уделять время не только жизни в шорах только своего дома и своей квартиры, но и окружающего мира, в котором будут жить наши дети и внуки. Все эти люди интересуются, смотрят, задают себе вопрос, что я могу сделать для улучшения этой ситуации, для улучшения мира. И Unisky Stream Technology и компания Sky World Community – это именно те компании, с помощью которых каждый человек может поучаствовать в изменении этого мира, в изменении человечества, потому что мы предлагаем новое будущее. Возможности этой инженерной компании безграничны. Даже уже сейчас мы имеем три завода, хотя мы еще даже не завершили проект, который делает уже очень-очень высококачественную продукцию, и причем разную, не только даже наши подвижные составы, но уже и электромобили делали. Поэтому с помощью данной технологии и данного производства, которое мы вместе с единомышленниками со всей планеты профинансировали и создали, то есть мы не то что финансируем в какую-то криптовалюту или развиваем какую-то криптовалюту или криптонаправление, мы создаем конкретное производство, конкретную технологию сертифицируем, тестируем, демонстрируем, но самое главное – сертифицируем. То есть мы доказываем, что по всем параметрам в разных странах, потому что в разных странах разные параметры, наш транспорт подходит по всем параметрам, по своей безопасности, скорости и прочим другим характеристикам. Вот эти сертификаты именно нам и нужны. Мы в данный момент при получении всех этих сертификатов разделили все действия на 15 этапов и все средства, получается, сколько необходимо для того, чтобы это создать. И сейчас мы совместно уже на 14 этап перешли, сделали так много, развились уже в нескольких странах и можем действительно уже чувствовать, что в скором времени наш мир запланится самым лучшим и эффективным транспортом, потому что он модернизируется с каждым днем, но он изначально был лучше всего того традиционного, которое есть сейчас. Потому что пассажирский транспорт выйдет на абсолютно новый уровень. Что в малых городах, что в крупных, там даже мультимиллионниках, где 10-20 миллионов человек живут, данный транспорт разгрузит дороги, поможет, уберет загазованности, потому что он чистый на возобновляемых видах энергии. Он разгрузит дороги, потому что ему нужен минимальный землеотвод. На дорогах больших городов есть этот маленький кусочек места, где может проходить линия ажурная с фантастической пропускной способностью что пассажиров, так и грузов. То есть с помощью данной технологии можно помочь уже существующим городам, не только в новых это построить, и разгрузить наши города. То есть превратить без особых, ну вот прям гиперизменений, что надо перекраивать весь город. Нет, он плавненько будет заменяться один транспорт другим. Как мы заменили пейджер мобильным телефоном, так мы и заменим один транспорт другим транспортом. Ведь когда-то мы ездили на каретах, и с каждым месяцем, с каждым днем практически сейчас смотришь, насколько развиваются эти технологии. За пять лет, дамы и господа, даже от пяти до десяти можно на обычном рынке. Иногда создают, например, пикап. Он будет от миллиарда до двух стоить от разработки до рынка, и от пяти до десяти лет. А мы здесь за пять лет, чуть больше, сделали 12 моделей в железе. И большинство из них сертифицировали. Кроме того, построили свой завод и купили еще два завода. Сделали в двух странах прекрасные места, экологические и технологические парки, где мы испытываем, демонстрируем и сертифицируем нашу технологию. И кроме транспорта еще и дороги изобрели и попробовали, и часть просертифицировали. То есть работа выполнена неимоверно и действительно показывает, что все финансы данного проекта идут в нужном направлении и максимально разумно развивают технологическую компанию. Потому что это прорыв. Это действительно прорыв. И я вас познакомлю с этими транспортами, просто чтобы они немножко стали вам ближе, понятнее. Это, например, ЮниВинт, который движется по струнам. Как это все работает, я вам объясню чуть позже, но просто сопоставьте это с транспортом автомобильным, мотоциклетным, например. То есть автобус. Вот это частный велосипед. ЮниВинт, можно сказать, такой. Только тоже на возобновляемых видах энергии. Полная безопасность. Может перемещаться с огромной скоростью до 150 км в час. Под углом 15 градусов, 2 человека. Ну, максимум туда действительно может быть человек 3-4. Можно, конечно, но в 2, в комфорте. То есть это для решения последнего километра. Там, где малый пассажиропоток. Вот. Такой ЮниВинт. И представьте, он идет по тоненькому тросу, который может в специальном исполнении с помощью колтюбинговой трубы сделать так, что опоры будут через более, чем через километр. Более, чем через тысячу метров нужно просто опоры, минимальный землеотвод, минимум ресурсов, минимум средств, минимум времени на установку. А у вас есть путь, есть дорога, по которой вы можете перемещать и грузы, и пассажиры. То есть минимальная стоимость, максимум эффективности. И наша природа никак не изменяется. Нам не нужно ничего копать, перерывать, закладывать в 10 слоев бетон. Просто в одной точке анкерная опора. В другой точке анкерная опора. И в третьей точке, например, дальше. И по натянутым струнам транспорт движется в необходимом направлении в сторону вашей точки назначения. Например, в юнибайке. Такой же приблизительно транспорт. Два-три места можно в будущем. Поначалу мы, конечно, будем пользоваться как государственной основой, но в будущем мы будем покупать их сами и обустраивать так, как и нам хочется. Например, вот в таком юнибусе можно будет купить себе юнибус. Захотите, можете поставить себе там джакузи. И в джакузи ездить по своим делам. Но, опять же, это недалекое будущее. Сначала государства, корпорации для своих каких-то заводов, города в какие-то части, либо будут реновировать свои ветки, либо будут ставить новые, будут заказывать как комплекс. Например, мы заказываем три трассы и 200 единиц транспорта. И они катаются в этом городе, полностью, так скажем, снабжают пассажиропоток, который необходим этому городу. При том, что он может идти на любой высоте, в любую сторону и под достаточно большим наклоном. Но есть, например, юникары. И причем они могут быть односекционные, двух, трехсекционные, как вы видите сейчас. Они могут быть составными. То есть и отдельно двигаются без проблем, и могут быть составными поездами, то есть для более, там, где пассажиропоток более требуется. Скорости, конечно же, разные. Например, Юлий Лед может, так скажем, до, ну вот тут написано, крейсерная скорость до 600 километров в час. То есть 500 километров в час, полтысячи километров в час мы сможем передвигаться между городами. Представьте, какая жизнь начнется, когда мы сможем не то что в соседнем, в нашем городе работать или в соседнем и недолго ехать, а мы можем работать в столице, либо в соседней стране, в соседней столице. С утра выезжая на работу и в этот же день возвращаясь домой без всяких потерь. Представляете? Это действительно хорошие возможности для каждого человека. То есть такой транспорт, который, я еще раз хочу заметить, затрагивает меньше всего земли, меньше всего времени и меньше всего ресурсов. То есть все остальные традиционные виды транспорта, которые по характеристикам ниже, они дороже стоят и больше всего занимают. А то, что предлагает Анатолий Эдуардович Ницкий, это действительно инновация, которая явно покажет разницу. Вот когда статистические данные посмотрят, первые проекты, которые уже сейчас делаются, потому что у нас же прорыв, у нас же уже адресные проекты пошли. И, конечно же, дело не без грузового транспорта, потому что это один из самых интересных, так скажем, бизнесов, грузовые перевозки. Грузоперевозки одни из самых дорогостоящих, можно сказать, самый прибыльный бизнес в мире. И это огромная инфраструктура. И представляете, все виды грузов на технологии струнного транспорта, Анатолия Эдуардовича, можно перевозить. То есть мы огромную индустрию, можно сказать, возьмем на себя в будущем. Сначала мы поможем ей для эффективности, улучшения качества жизни человека. А потом она сама, естественным образом, перейдет на более эффективный способ. Потому что люди будут всегда выбирать то, что им лучше. А это то, что то, именно то, что им лучше. С помощью такого транспорта, видите, есть Юнитранс. Это перевозка сыпучих грузов. То есть специальные конвейерные ленты. Юниконт. Любого рода контейнеры, любого размера, хоть морские, 20-40-футовые, мы сможем устанавливать на наш транспорт и уже сразу из порта запускать в город. Либо из города обратно, конечно же, запускать в город. При том, что нет практически человеческого фактора. Наш транспорт работает автоматически с помощью искусственного интеллекта. Все эти транспортные средства полуандроиды. Все соединены вместе, как единый рой. И выполняют общую работу. Вместе с каждой деталью, с каждой станцией, с каждой опорой, каждый транспорт. Все совмещено вместе и работает для максимальной эффективности и жизни человека. Ну и, конечно же, снизу вы видите юнитрак, юни разного вида. Это для жидких, сыпучих, штучных грузов. То есть все продумано до мелочей. С помощью подобного можно перевозить грузы где угодно. То есть наша транспортная инфраструктура сделана таким образом, чтобы ее можно было устанавливать хоть в жаре плюс 60, хоть в минус 50, где-то в вечной мерзлоте. И там наш транспорт будет действовать вообще без всяких проблем. И главное, нету водителя, никто не замерзнет, никакая опасность для груза нету и для человека нету. Все по высшему, так скажем, по высшему сорту, по высшим уровням технологий, которые сейчас нам доступны. Анатолий Эдуардович собрал лучшее, что необходимо человеку в перевозке пассажиров и грузов и объединил это вместе. Ну и, конечно, Юниконт – это то, чего ждут очень многие. Ведь та цена – 1 доллар за 100 тонн на километр. Это просто потрясающая, так скажем, цена, которая взорвет мир грузоперевозок. Потому что с помощью подобных технологий и подобной цены мы сможем доставлять гораздо быстрее все грузы. Мы сможем получать их гораздо быстрее, гораздо дешевле, потому что они нигде не задерживаются, нигде не стоят, меньше перекладываются. Сразу с порта он попадает на нашу ветку, и нету порта, где огромные застой, где вот эти горы контейнеров, которые постепенно только добираются до железной дороги либо автотранспорта и едут к нам. То есть, значит, если за это платить не нужно будет, мы будем получать свои товары, то, что мы запросили. Особенно сейчас, в эру потребления, когда все в заказах, все по миру пересылается, можно купить все из любой страны, мы будем получать это быстрее и дешевле. С помощью подобной технологии. Но подумайте, классно, когда будет такая технология, которая будет уже хорошо работать по всей планете, но вопрос, это же самый дорогостоящий бизнес, и кто-то будет с этого зарабатывать. А зарабатывать с этого будет тот, кто владеет данной компанией. А владеть, совладеть данной компанией может абсолютно любой человек на планете, поддержав эту компанию, поддержав этот проект, развивая его. И все эти виды транспорта с каждым адресным проектом, с каждой станцией, все это, каждый билетик, каждый перевезенный тонный пассажир будут переносить прибыль в эту компанию. А значит, и всем совладельцам данной компании. То есть сейчас, в 21 веке, люди с помощью интернета, пятого технологического уклада, объединились настолько, что способны самостоятельно уже переходить в шестой технологический уклад. Самостоятельно создавать такие технологии, которые просто будут переворачивать этот мир. потому что, как только мы обзаведемся портами на шельфе моря, это будет что-то. Скорость доставки груза возрастет настолько... То есть мы дадим новую жизнь, как торговле, движению, освободим очень много времени для человека, для того, чтобы он мог развиваться, для того, чтобы он мог заниматься тем, что ему близко, тем, что ему хочется. Потому что данные технологии действительно автоматизируют те задачи, которые человек может уже не выполнять. Мы же создаем помощников, создаем компьютеры, роботов вокруг себя. И этими технологиями необходимо пользоваться, делать закрывающие технологии, освобождать. Плюс мы убираем человеческий фактор. То, что должно выполняться с какой-то четкой периодичностью и точно должно быть сделано, давайте доверим это искусственному интеллекту и машине, когда она работает по нашим условиям, когда мы ее сделали, запрограммировали, чтобы она действительно помогала нам жить. И будущие линейные города, одно из направлений, сфер всего эко-мира Анатолия Эдуардовича Юницкого, это, конечно, то будущее, которое как можно скорее хочется увидеть. И я думаю, что это будет видно по Объединенным Арабским Эмиратам, потому что они действительно... Не представляю сейчас страну, которая вот сможет увидеть, продумать, просчитать и увидеть, насколько же все-таки технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого идеально продуманной. Минимум затраты ресурсов планеты, максимум экологии, максимум пользы. Все для хорошего проживания не только людей, а всего живого на этой планете. С помощью подобных линейных городов мы можем заселяться в горах, в пустынях, в заводненных территориях, с, так скажем, там, где очень сложный рельеф, там, где сейчас мы даже не можем добраться туда. Но со струнным транспортом, с такими большими расстояниями между анкерными опорами, промежуточными опорами, с такой простотой установки данного вида дороги, мы с помощью, так скажем, роботов, компьютеров, с искусственным интеллектом сможем эту дорогу прокладывать, так скажем, это может быть самостоятельно, как говорил Анатолий Эдуардович, особенно в труднодоступных местах, поэтому был изобретен дрон с грузоподъемностью до полторы тонны, считается, один из самых крупных в мире, с помощью которого можно было перевозить в труднодоступные участки весь материал для строительства. То есть весь комплекс технологий, о которых вы сегодня услышали, он в любом месте, где даже сейчас жизни человека бурно не развивается, мы можем прийти туда, расстроиться там с помощью этой дороги, перевести все, что нам необходимо. Так скажем, вообще сама дорога, это уже как минимум три инфраструктуры. То есть всюду, куда мы построили, например, Берельсовую трассу, помните, там были такие ответвления, я о них говорил, там может быть и электричество, и интернет, и получается транспортная инфраструктура, электричество, энергия и информация, интернет. Три инфраструктуры уже сразу вместе, и они дают полный карт-бланш на быстрое, активное развитие по самым высшим стандартам в любом уголке нашей планеты. И это будут эко-поселения, линейные города, на которые сейчас, дамы и господа, кстати говоря, уже начинает идти большое внимание, большой напор, происходят работы, происходит, так скажем, больше видео, больше материала выкладывается от нашего генерального конструктора, потому что это уже на слуху, наш проект уже на 14 этапе, он уже скоро подходит к завершению, и станет компанией, которая, так сказать, плотно и уверенно вышла на самофинансирование, и дальше может без проблем развиваться по всей планете. А мы сможем заниматься с компанией SkyWorld Community будущими проектами, уже тем, что новый мир требует и просит. Ну и, конечно же, еще раз напомню о самой сути технологии, что все это не фантастика, не просто воздушный полет на транспорте. Нет, это действительно, как в какой-то момент в Берлине Анатолий Эдуардович лично сказал, что это элементарная технология, элементарный рельс. В советской школе этому учили в первых классах, когда начала преподаваться физика. Говорит, это же элементарно. Пучки струн вместе собраны, они настолько крепкие становятся. Но у металла есть разные свойства, поэтому его можно сжать, его можно растянуть, его можно согнуть и скрутить. И здесь нам именно необходимо растяжение. Он дает предварительное натяжение этих струн, и получается прямая, ровная, безопасная дорога, за которой ухаживать вообще практически не надо. И она строится где угодно. Пускается в любую сторону, в любой температуре, в любом климате, на любой высоте. То есть это супергибкая технология, как человек может удовлетворить все его транспортные потребности. Вообще все. И если мы рассматриваем транспорт, то сейчас транспорт, он кроме пользы, приносит огромное количество вреда. Анатолий Эдуардович создал транспорт, который не приносит вреда. Вообще. Нету выбросов, нету столкновений. Все пути на разных уровнях, перекрестков нету. Боковых столкновений не может быть. Даже так они не могут столкнуться, потому что все транспортные средства совместно объединены, как я говорил, искусственным интеллектом. И данный транспорт выводит возможности всего человечества, тем, что каждого человека делает, ускоряет в два, в три раза. Представляете, вы сможете гораздо быстрее делать свои дела, больше успевать в день. И так не только вы, не только тысячи человек, а миллионы, миллиарды людей смогут быстрее развиваться. Но также, как разовьется торговля, как разовьется путешествие. Мы сможем перемещаться с одного уголка планеты на другой очень быстро в одной и той же системе. А не как сейчас, через Google Maps мы ищем путь, а там на поезде, потом пересядьте на такси, потом на автобус, потом еще что-то. И летать тоже. Такой же не вариант. Потому что мы сейчас возвращались из Объединенных Арабских Эмиратов и три раза пытался самолет сесть. Был ветер такой, что сносило самолет и посадку нельзя было совершить. Пилот выходил на огромный круг, искал еще окно, обходил и снова пытался сесть. И со второго раза не получилось. Люди крестились. Кто-то уже истерически смеялся, кто-то плакал. Насколько было некомфортно. Да, с одной стороны, кажется, быстро, с другой стороны, сколько я сначала ждал самолета, сколько потом оттуда добирался, сколько летел. Еще и с такими нервами, кажется, нет. Как будто полжизни прилетело. А здесь, посмотрите, пожалуйста, это будет быстрая посадка. И насколько крепко выглядят пучки и струн. Десятикратный забат прочности. Анатолий Эдуардович сказал, две тысячи раз безопаснее, чем автотранспорт. Не на 20%, не на 200, в два раза. Не в 200 раз, в две тысячи раз. И это все собрано кропотливым трудом. Десятилетиями Анатолий Эдуардович изучал и изобретал. И создал действительно лучшее. Создал самую гибкую транспортную систему, которая будет подходить для любых задач. Как для последнего километра, где всего пару людей нужно переместить в отдаленный участок в деревню, там, где хороший пассажиропоток, где там полмиллиона человек в городе, либо там, где мультимиллионник и прям составами по 8 кабин нужно отпускать, где сотни тысяч пассажиров в час попускная способность необходима. Для каждого из этих, так скажем, задач и запросов есть свое решение. И Анатолий Эдуардович успешно сейчас реализует эти решения. Пропускная или провозная способность позволит нам действительно, так скажем, снять нагрузку с города. То есть просто не будет потери времени. А это значит, сэкономлено время, оно как будто еще новое. Мы в те же 24 часа будем успевать новое. Но и с помощью того, что мы используем компьютеры, с помощью того, что используется внешняя система датчиков, визуально, это, скажем, искусственное зрение, множество внутренних датчиков, более 250 в маленьком транспортном средстве для полной безопасности и комфорта пассажира. Также с помощью того, что это все компьютеризировано и настроено уже между собой, эти транспортные средства двигаются сами. Вся система, то есть один, несколько человек, два человека, по-моему, могут на определенном участке, километрами и много-много транспортных средств модерировать, смотреть, все ли с ними нормально. И только в каком-то экстренном случае нужно будет их вмешательство. И получается, что транспорт может будет ехать с минимальными, так скажем, паузами между друг другом. То есть подошел один транспорт, зашли люди, он уехал в нужную станцию и уже сразу же подошел второй к следующим. То есть будет такая конвейерность этого типа и без человеческого фактора. То есть все настроено на максимальную эффективность. Это то, какое будет наше будущее. Чистое, светлое, быстрое. Когда вы заходите в транспорт, и вы свободны. Вам ехать 20 минут, и за 20 минут вы можете проехать где-то 160 километров в любую сторону города, которая вам необходима, либо даже в соседний город. А вы при этом в полной безопасности, в полном комфорте, с прекрасным видом за окном, и вы свободны. Хотите, учитесь. Хотите, читайте. Хотите, спите. Хотите, общайтесь. Хотите, работайте. То есть огромная часть задачи, особенно все, кто сидят за рулем понимают, какая это нагрузка, снимается с человека, его доставят на нужную ему станцию, а он будет наслаждаться этой прекрасной технологией. Все с помощью энергии. Энергия в аккумулятор и мотор-колеса, электромоторы, мотор и колесо, которое идет по стальному рельсу, тем самым получая самый высокий коэффициент полезного действия. Здесь кажется, вроде простая система, но аэродинамика у данных транспортных средств лучше, чем у самолетов у некоторых. Сложность построения, как у космической продукции шаттлов, то есть это высококачественный, высокоинтеллектуальный электромобиль, который сделан на самых высоких, так скажем, уровнях характеристик. Лучшее, что Анатолий Эдуардович может дать человечеству. И это вся его технология, именно транспортная. И сейчас запускается и главным образом, на что необходимо пристанное внимание, это именно на запуск транспортной инфраструктуры. Потому что как только она покажет себя, она докажет, что и подобного рода проекты работают, и насколько важны технологии Анатолия Эдуардовича. Когда люди увидят статистику, как работают эти системы и взвесят с традиционным транспортом, они скажут, так нам, пожалуйста, еще столько же 10 раз и побыстрее. Потому что миру этого нужно было вчера или там 20 лет назад. Потому что Анатолий Эдуардович более 40 лет уже сейчас работает для улучшения нашего мира, для создания эко-мира. Целой серии технологий, которые на сотни лет вперед позволят всему человечеству беззаботно жить на нашей планете. Ну и, конечно же, это будет с помощью компьютеров и интеллектуальных систем управления, и транспортами, и нашими городами. А в будущем и нашей жизнью в ближнем космосе стоит только изучить то, что предлагает Анатолий Эдуардович. потому что никого нельзя будет остановить. Это то будущее, то единственное будущее, которое по всем фактам может работать для нас, которое даст нам каждой семье пропитание, каждой семье дом, каждой семье электричество, каждой семье возможность передвигаться, учиться, работать и путешествовать. Это говоря о самой технологии. Ну а для тех людей, кто понимает, что он достаточно силен, чтобы влиять на этот мир, участие в данном проекте, получение новых знаний о том, как ускорить реализацию этого проекта, даст возможность совладения данной технологией. И, так скажем, для себя и всех будущих поколений это будет решающее, на мой взгляд, так скажем, решающее, принятое решение, которое полностью переведет в изобилие возможность существовать вашему роду. Потому что сейчас подобные проекты, особенно венчурные, то есть высокорискованные, как и считался этот проект, он до сих пор считается высокорискованным. Но 14 этап, перед вами 12 видов транспорта в Объединенных Арабских Эмиратах на государственном уровне есть адресные, точнее не адресные проекты, а договоренности, есть 4 коммерческих проекта, есть в Белоруссии, люди катались, видели это, множество международных выставок посетили. То есть мы конкретно показываем, что эта технология реальна, и мы уже практически у самого финиша. Поэтому, дамы и господа, развивайтесь, пожалуйста, интересуясь. от нас, от вас зависит будущее нашей планеты. Потому что мы можем сделать это на неделю, на день, на месяц, а может и на год быстрее. Может, если бы этих полмиллиона человек с разных уголков планеты, со всех стран мира, не уделили когда-то один час времени для того, чтобы узнать, а что же это за гениальный ученый, который всю свою жизнь двигается несмотря ни на что, ни на какие потери, чтобы сделать не себе лучше, а всему живому на нашей планете. И как только вы поймете масштабность этого, вы захотите узнать еще. А как только начнете изучать еще, вы поймете, что это один из самых гениальнейших людей на нашей планете. Анатолий Эдуардович Ницкий. Вы можете познакомиться с его личностью и с его работой на сайте unitsky.com или unitsky.engineer. И я думаю, что у вас далее уже возникнут только вопросы, что мне нужно знать дальше, потому что такие возможности скорее всего не даются множество раз. Не каждому человеку, не человечеству. Было потрясающе, когда развилась компьютеризация, когда пришел к нам интернет, пятый технологический уклад. Тот мир, в котором мы живем сейчас в последние 30-40 лет, он просто изменил наше представление. Мы можем передвигаться, точнее, передвигать информацию гигабайтами за секунды, деньги за секунды, по видеосвязи можем звонить с другим континентом. Все можем делать быстро. Осталось перемещаться быстро. И тогда это был действительно прорыв информации, а здесь это прорыв физический, материальный, один из самых важных для жизни на нашей планете перемещения грузов и пассажиров. Хотите ли вы быть частью изменения в этом мире? Я думаю, что это желание каждого оставить после себя что-то такое, что могло бы сделать жизнь наших детей и внуков лучше? Ведь мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы берем ее взаймы у наших детей. И от нас зависит, какой мир мы передадим дальше. И я вижу это цветущим райским садом, где все цветет, где вокруг дома и внутри дома все растет, где можно питаться пищей свежей, вкусной, сочной, круглый год, просто срывая ее прямо с дерева или ботвы. Я думаю, глядя на технологии Анатолия Эдуардовича, особенно на его кластерные поселения, эко-поселения или линейные города, понимаю, что он изобрел способ, как люди могут самостоятельно поддерживать полную автономию жизни, не завися от всего остального мира, при этом имея абсолютно все необходимо для счастливой, здоровой, сытой, качественной жизни. Не верите? Стоит убедиться в этом сами, самим. Ведь это наша земля, это наш дом, а мы самая большая, самая численная по своим возможностям, самая могущественная семья из 12 миллионов семей на нашей планете, человечества. и от нас зависит, какой мир будет с нами дальше. С вами была компания SkyWorld Community. Пожалуйста, обратитесь к тем, кто пригласил вас на эту встречу, либо зайдите на сайт new.skyway.capital и изучите. Это вас ни к чему не обязывает, но дает возможность получить личный кабинет. То есть сайт, где есть вся документация, где есть все новости, где есть все достижения, все документы, все есть для того, чтобы вы увидели, насколько реален и важен данный проект и данная технология. И, конечно же, у вас в чате моя корпоративная почта. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. С удовольствием помогу найти вам ответ на него. Я рад, что вы уделили свое время в такой прекрасный день нашей встречи. Благодарю за внимание, ведь всюду, куда направлено наше внимание, то растет и процветает. Будьте здоровы, улыбок вам. С вами был Артем Курбанов и компания SkyWorld Community. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, мы сможем с вами еще пообщаться. Благодарю, Владислав. Рад служить этому прекрасному миру. Будьте здоровы. Евгений, Елена, Никита, Тим, Владислав, Елена, спасибо большое за то, что вы были сегодня со мной. До новых встреч. А те, кто хотят увидеть эту встречу либо показать ее своим знакомым, завтра с 10 до 11 по московскому времени жду вас здесь. До новых встреч.